Всем привет! Я рад приветствовать вас на YouTube-канале Головкой Партнёры, а сегодняшняя тема будет звучать так. Что с вашими долгами и кредитами, если вы выехали за границу вследствие боевых действий на территории Украины? Если эта тема вам интересна, советую посмотреть вам её до конца, а я начинаю. Итак, вы вынужденный переселенец и вы выехали за рубеж вследствие того, что на Украине велись активные боевые действия. Но как это, так сказать, коррелируется с вашими долгами и кредитами, как это на них влияет? И тот факт, что вы выехали, как влияет на ваши обязательства? Ну, ситуация на сегодняшний момент приблизительно следующая. Пока на территории Украины официально действует военное положение, фактически это не влияет никак. Потому что сам факт военного положения означает, что введено понятие форс-мажора, и вы можете на этот период не обслуживать ваши обязательства, как долги, так и кредиты. То есть ничего не платить, и никаких штрафных санкций вам за это не будет. Поэтому тут всё просто. Но как только военное положение будет отменено, фактически вы обязаны будете выплатить всю вашу задолженность, накопленную за период необслуживания ваших долгов и кредитов, пока действовало военное положение. Если у вас не будет такой возможности, вам нужно будет в индивидуальном порядке обращаться к вашему кредитору и договариваться о том, как вы будете эту задолженность погашать. А с момента отмены военного положения вы должны будете начать платить в соответствии с вашим графиком. Но если, предположим, вы всё ещё посчитаете, что возвращаться вам в Украину небезопасно, и не будете этого делать даже после отмены военного положения. К сожалению, здесь сам факт, что вы для себя приняли такое решение и находитесь не на территории Украины после отмены военного положения, никаких льгот вам не даёт. То есть это ваше решение, это ваше право, но ваши обязанности остаются вашими обязанностями. То есть после отмены военного положения, если вы не будете платить по графику, если вы не будете решать вопрос с кредитором о накопленной задолженности за период военного положения, кредитор будет иметь право насчитывать уже проценты, точнее, простите, не проценты, а штрафные санкции, и будет иметь право процедурно начинать различные действия по взысканию этой задолженности принудительно, ну, те, которые есть в соответствии с действующим законодательством. То есть никаких поблажек это вам не даст. То есть даже если после отмены военного положения вы остаётесь не на территории Украины. То есть это не считается каким-то, по-моему, яхчульную обставанную. То есть вам или придётся приезжать и решать ваш вопрос, или как-то удалённо оплачивать, ну, или у вас будет накапливаться серьёзная задолженность уже со штрафами и пенями, и потом вам что-то с этим придётся делать. Если у вас что-то в залоге, и этот залог сохранился, то банк может распространить свои претензии на залог, накладывать арест, арестовывать карточки и так далее, так далее, так далее. Поэтому, то есть вот помните об этом, что после отмены военного положения вам придётся разбираться с вашими долгами и кредитами, даже если вы находитесь за рубежом. Пока военное положение действует, в принципе, вам опасаться нечего. Надеюсь, это видео было вам полезным. Нажимайте лайк, если это так. Подписывайтесь на наш канал, чтобы знать обо всех наших новых видео. Нажимайте колокольчик, чтобы также знать о всех наших новых видео. Задавайте ваши вопросы в комментариях под этим видео. Распространите это видео, я думаю, оно будет полезно многим. И напоминаю, что если вам нужна помощь моя или нашей команды, то индивидуальные консультации наши доступны. Вы можете звонить в наш контакт-центр, и мы будем рады вам помочь. Всем успехов!